Абиссинская кошка Это одна из старейших кошачьих пород. Изображения таких кошек есть на древнеегипетских статуях, фресках и картинах. Раньше считалось, что порода появилась в древней Абиссинии, современной Эфиопии. Но последние генетические исследования говорят в пользу иго-восточной Азии, побережья Индийского океана. Современные абиссинцы сохранили первобытный облик Телеслибекка, дикой африканской кошки, предка всех домашних кошек. А их характерная шикарная шерсть – одна из тех особенностей, которые подчеркивают дикий облик абиссинцев. У абиссинцев шерсть окрашена полосами, это называется тикенг. Это означает, что ближе к телу шерсть более светлая, чем для нее она простая, тем больше на ней полос разного цвета. Существует четыре изумительных акраса. Сорель, Павн, Голубой и самый популярный – дикий. Добавьте к этому восхитительные желтые и зеленые глаза и получите потрясающую кошку. Большие выразительные медалевидные глаза абиссинцев, золотые или зеленые, большие широко расставленные пятнистые уши обуславливают чуткое поведение и довершают облик дикого животного. Прославившихся своими нелепыми выходками, абиссинцев часто называют клоунами кошачьего мира. Абиссинцы отлично умеют лазить, забираться куда-то, могут стянуть рулон туалетной бумаги или еще как-нибудь наведотворить в доме. Но при этом повеселиться. Это порода для тех, кто хочет поближе познакомиться с дикой природой. Кошачий дрессировщик Триша Мэнки отлично справляется с этой ролью. У нее живет трехлетний обесинец по имени Кит Казанова. Я очень его люблю. Он прекрасный пример. Член семьи. Триша начала запрягать дикую натуру Кита, когда ему было четыре месяца, а сейчас это очень умный котик. Сначала я научил его ходить на поводке. Он может выходить из дома, дышать свежим воздухом, бегать, и в то же время он в безопасности. Если большинство кошек ходят в лоток, Кит сразу бежит в туалет. Я научила его пользоваться унитазом, и он легко это усвоил. Несомненно, Кит – очень умный кот, и Триша решила совместить его с образительностью и спортивную форму. Я решила научить его прыгать через кольцо. Сначала оно было близко, а потом относила его все дальше и дальше. Уго, молодец! Сейчас он прыгает через кольцо, которое висит на потолке. И прежде чем Триша это поняла, прыжки стали любимым занятем Кита. Иногда я просыпаюсь среди ночи, Китка заново прыгает через кольцо. И вскоре его особый талант навел Тришу на мысли. Очень люблю наших солдат. Всю жизнь хотела отблагодарить за то, что они мне дали. И вот подумала, а сделаю-ка я из фотографий открытки и назову прыжки для наших войск. Сначала Триша пригласила фото журналиста Кевина Ван Диллера, лауреата премии, чтобы он заснял Кита в действии. Я не представлял, что кошку можно обучить, хоть чему-то, не говоря уже о прыжках через кольцо. Смотри. Кот выступил лучше, чем смог бы я. Может, эту? Хорошо. Мы, наверное, сделали 20 прыжков. Солдатам понравилось, непременно. Почему же Кит так хорошо прыгает из неподвижного состояния? У него очень мощная мускулатура в задней части, которая позволяет ему прыгать длину или высоту на расстояние в 6 раз больше его тела. Молодец. Когда Триша и Кевин сделали подборку фотографий, Триша на компьютере создала дизайн открыток и на каждой сделала воодушевляющую надпись. Отправила уже, ой, где-то 36 тысяч открыток нашим солдатам в Ираке и Афганистане. Реакция была ошеломительной. Они ответили, что им очень понравились открытки. Вот из военного госпиталя в Ираке. Спасибо за ваш безмерный вклад. Помогает возродить поддержку и поднять боевой дух. Да, они все говорят, какой ты хороший кот. Даже представить не можете, как много значат для меня эти открытки от Триши и Кита. Надеюсь, однажды доехать в Остин, познакомиться с Тришей и Китом, крепко обнять их и сказать большое спасибо. Несмотря на то, что всю почтовую компанию оплачивает сама Трише, она не намерена сбавлять темп. Этим я хочу заниматься всегда. Кита ждет еще много лет прыжков через образ жили солдат. Средняя продолжительность жизни овесинца в 12-15 лет, и в целом это здоровая порода. Однако они подвижны некоторым болезням. В них случается вывих коленной чешечкой. Самое важное, когда выбираешь овесинца, найти заводчика, который понимает возможность генетической проблемы, делает все, чтобы выклинили эти проблемы. Так же у этой породы бывает воспаление тюксин. Овесинская кошка – это отличный компаньон, который любит людей, но дети могут разочароваться. Часто эти кошки не любят сидеть на руках. Готов бежать. Овесинцы не любят, когда их берут, носят, тискают. Такая кошка не будет сидеть на коленях, и вы ее не заставите. Она полна энергии, ей нужна энергичная семья. Овесинцев нужно все время чем-то занимать, поскольку они очень умные. Это не лучшая кошка для детей, потому что с терпением у них плохо. Они хотят контролировать свой дом, и если вы чем-то заняты, они хотят к вам, хотят делать с вами. Если вы любите настольный груз-скраббл, забудьте о ней, потому что стоит вам начать, они будут играть, то есть чаще всего скидывать все с доски. Таков уж и характер. Ухаживать за шерсть обесинцев очень легко. Они мало линяют, нужно просто вычёсывать раз в неделю. Итак, обесинские кошки подвержены болезням дёсен и вывиху коленной чашечки. Их нужно вычёсывать еженедельно, и пусть они не будут нежиться у вас на коленях, а то станут преданными компаньонами. Субтитры создавал DimaTorzok